В первой серии мы отправляемся в первые за три года большое путешествие на машине. Едем на юг, двигаясь через М4 и трассу Каспий, любаясь красочными пейзажами среднерусской возвышенности и погружаясь в романтику придорожных кафе. Расскажем про выбор маршрута, впечатления от поездки с ребенком и почему не стоит выходить замуж за блогера. К полуночи добираемся до Тамбола и нашего первого пристанища. А вот что будет в этой серии. Это люки, а не глюки. Настоящий праздник красоты и гламура. Пусть нас там ловцы простят. Бомбической красоты я здесь пока не вижу. Впечатляющие формы. Цены, в общем, очень хорошие. Очень приятный ресторан. Способствует отсутствию памяти. Мне нужно срочно выпить. И никуда не едем. Это настоящий августовский вечер. Хочешь рассмешать бога, расскажи о своих планах. Сейчас, честно говоря, ничего не хочется. С нами будет сегодня медведь. Мне кажется, он уже принял. Такого из нас у нас еще никогда не было. Вот она, непростая работа блогера. Вечером все разложить. Утром все сложить. И это уже половины нету. Это я уже половину убрал. В общем, гладильная доска здесь оказалась очень кстати. Это совет вам. Если у вас есть гладильная доска в квартире, и вы эту квартиру сдаете на букинге или Airbnb, обязательно отметьте наличие у вас в квартире рабочего места для ноутбука. Извините, что я еще не причесана, и мы только проснулись. Я лично. У нас Полины бодрствуют уже вообще-то. Вон она ползает. Добралась до моего телефона. Сейчас у нас планы такие. Мы собираемся, одеваемся, все вещи выносим и отправляемся гулять по Тамбову. Кстати, я хочу сказать, что сегодня жизнь кажется несколько прекрасней. Полина, скажи привет. Ну, в общем, Полина вот так вот среди вещей. А, это вот она в обувной магазин играет, тут все выставила. Утром, как всегда, жизнь обретает краски, помимо черного и серого, потому что вчера усталость от дороги, вот это нервное перенапряжение, это Полина истерика в этом кафе. Это просто надо было видеть и слышать. То, что она плохо ест, да, то есть те вещи, которые, как путешествия, по сути, не имеют никакого отношения, но и получаются его составляющими, они не дают в полной мере расслабиться и получать удовольствие. И мало того, что не дают расслабиться, они напрягают. Вот, поэтому кажется, что все, кошмар, все не удалось. Но ничего, сегодня вроде все уже получше, поэтому мы сейчас собираемся пройтись по Тамбову. Наверное, мы поедем на набережную. Но все будет зависеть от времени, которое мы располагаем, потому что сегодня у нас еще один переезд, не меньше по расстоянию, чем вчерашний, поэтому придется тоже сегодня еще поднажать. Ну, в общем, до новых встреч в эфире. Смотрите, как вот в этих новых домах, у них новых жилых комплексов, сделаны для маломобильных групп граждан удобные пандусы, то есть это такой лифт, то есть сюда заезжаешь и дальше поднимаешься. Вот здесь кнопочки, управление. В общем, все очень круто. Мама еще тут про коляски что-то хотела сказать. Ну, вот, смотрите, деревянная штука. А, это для колясок. Первым делом мы поехали искать помойку, так как не разобрались, куда выкидывать мусор у нашего дома. Поэтому отправились колесить по соседним домам. Вот всего сотня другая метров от ухоженного ЖК и уже раздолбанные дворы. И помойки, которые стихийно образованы прямо под окнами квартир. Ну, а до центра от нашего пристанища оказалось совсем недалеко. Буквально 7-8 минут, и мы уже на главной улице города, Советской. Здесь симпатично, хотя несколько смутили водопроводные люки, возвышающиеся над проезжей частью. Скажите, знатоки Тамбова, это обычное дело или временное явление? Как размещаются люки на дорогах города Тамбова? Это люки, они глюки. И вот так вот по ним с лавомом катаешься. Вот сейчас мы один люк будем проезжать. Надеюсь, мы заденем. Страшно было? О, шо мы тут нашли? Октоберфест! Оказывается, он здесь, а мы-то зачем-то летали в Мюнхен. Наш путь лежал к одному из самых известных мест в городе, к усадьбе Осеевых. Уже на подъезде к ней мы поняли, что уединение и тишина не про это место. Усадьба была оккупирована десятками свадебных процессий, постоянно сменяющих друг друга и сопровождающих их фотографов. Настоящий праздник красоты и гламура. Сегодня суббота, видимо, день свадеб. Много людей нарядных. В общем, пусть нас там ловцы простят или там бовчане, не знаю, как правильно говорить, но мы за неимением времени, в общем, не знали, куда поехать. Первое, что нам выдал TripAdvisor, главная достопримечательность, это вот за мной находится усадьба Осеевых, по-моему, да. Ну, вот, собственно, первый объект, который мы здесь посмотрим. Может быть, и единственный. Дальше посмотрим по времени. Там есть парк. И, в общем, пройдемте, посмотрим, что там. Сложно сказать, почему эта усадьба считается едва ли не главной достопримечательностью Тамбола. В рейтинге TripAdvisor, да и многих других подборок топовых мест города, она уверенно занимает первые строчки. Мы ожидали увидеть здесь что-то большое, грандиозное. А на самом деле усадьба довольно компактная, как и окружающий ее сквер. Нынешний вид приобрела в 1905 году после ее покупки богатым фабрикантом Михаилом Асеевым, шившим шинелей для царской армии. Здание уникально тем, что в нем гармонично сочетаются такие стили, как эклектика, классицизм, барокко и модерн. Как музейный комплекс, в наше время была открыта в 2014 году с большой помпой. Сам Мединский сказал, что эта усадьба станет жемчужиной черноземной России. Говорят, что по проекту в парке-усадьбе должны будут функционировать 18 фонтанов. Уж не знаю, насколько это правда. Пока же работает только один. Но нужно признаться, он в значительной степени повышает общую привлекательность усадьбы. Пока мы его не увидели, нас не покидало легкое недоумение, почему именно эта усадьба является топовой достопримечательностью города. Возможно, наше мнение совсем бы изменилось, если бы мы полюбовались интерьерами музея. Попасть туда можно с экскурсией. Мы от этой затеи отказались и по времени, и это наверняка было бы тяжеловато осуществить с маленьким ребенком. А вот и набережная реки Сна. Говорят, что где-то к ней поближе можно подойти, но мы не знаем где. Вот есть какой-то пешеходный мост, я так понимаю. Нашли какой-то электроприбор, который закрыт. Ну, конечно, там можно пройти при желании, но я с Полиной не пролезу. Наверное, пляж там, да? Понятный. Какой-то тайник. Слева мы можем видеть Тамбовское водохранилище. Именно в него впадает река Сна. Посмотрев на усадьбу и реку Сна, и получив некоторое представление о городе, мы решили закрепить результат. Еще одним топом рейтинга достопримечательностей Тамбова является улица Коммунальная, а точнее ее пешеходный участок, местный Арбат. И мы отправились на ее поиски. Проезжая по каким-то невзрачным улочкам, мы в итоге приехали на главный рынок города, асфальт которого находится в состоянии, как после бомбежки. Кто же знал, что рынок станет непреодолимым препятствием на пути к Арбату? Но мы все же проявили настойчивость и целеустремленность, и поколесив еще немного, в том числе по вполне симпатичным улочкам, и вновь полюбовавшись на колокольню Казанского монастыря, наконец-то прибыли к искомой достопримечательности. Так мы пришли на Тамбовский Арбат, это улица Коммунальная. Вот такой небольшой участочек. Начинается он отсюда, и вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И там дальше уже рынок, к которому только что подъезжали. Там тоже Коммунальная улица. На рынке, в общем, нам делать было нечего. Ну и Тамбовский Арбат идет в одном из топчиков. Постоянно попадает в топ мест, которые нужно посетить Тамбов, и поэтому мы в итоге приехали сюда. Здесь много сохранившихся зданий 19 века, ну и все такое прочее. Мы, наверное, сейчас чуть-чуть пройдем, потому что, ну, если честно, какой-то бомбической красоты я здесь пока не вижу. Интересно, Гимназическая улица это бывшая коммунальная? В смысле, Коммунальная улица это бывшая гимназическая? Подскажите, кто знает. Напишите в комментариях. Вот такие объекты здесь тоже присутствуют на Арбате. Ну, в общем, честно сказать, не сильно все это впечатляет. Уверен, что есть места и гораздо более красивые. Конечно же, жители Тамбова напишут нам, что вам нужно было ехать туда-то или туда-то. Ну, оставим это, как обычно, до следующего раза. Так, я обнаружил дачу, городской ресторан. Там написано, что открыто. Наша цель поесть, поэтому мы попробуем зайти сюда. Осталось дождаться моих дорогих. Ой, я пропустил памятник. Давайте посмотрим. Тут какая-то дама кокетливо поставила ножку на стул. Держит в руках веер. Имеет впечатляющие формы. Ага, это у нас Тамбовская казначейша. 1838 год. А вот наша казначейша. Кстати, здесь есть меню. Ой, ну что, цены, мне кажется, нормальные. Я еще не успела тут смотреть. Супы 120-90 рублей. У нас тут, на раз такой суп сидит. Обязательно. Пойдем. Выходи. Ой, есть домики. Вообще отлично. Так, ну артистка малого театра сразу же предпошла выступать. Так, ознакомимся с меню. Ну вот, например, сытный завтрак за 245. Яичница 125. Омлет 245. Соленья 250. Цены, в общем, очень хорошие. Так, вот первое блюдо нас интересует. Уха, всего лишь 180 рублей. Окрошка 150. Вообще класс. Лапша, всего лишь 120. Я, правда, видел вообще какие-то за 90 рублей супы. Здесь я их что-то не вижу. Сливочная ухапа финский. Вообще. Это же, наверное, такая вкуснотища. 250 рублей. Ну, из таких дорогих мясных блюд. Вот рибай. Стейк рибай с овощами. 1650. Стейк из тамбовской говядины. 750. Ну, то есть, не то, чтобы вот прям совсем бюджетно. Ну, можно найти недорогие блюда. Вполне. Так, ну, в общем, мы заказали два оливье. Каждый по оливье. Очень вкусно. Слышите? Музыкальное сопровождение. Да, у нас своя живая мульта. Это суп с брокколи. А у меня сливочная ухапа финский. В плане еще капучино. А у меня чайничек черного чая. Вот. Очень приятный ресторан. Да. Очень классный ресторан. Классные интерьеры. Смотрите, какие здесь столики есть. В общем, заведение очень, очень располагает к себе. Туалет вообще зашелись с автобусом. Так, ну, мы покидаем Тамбов. И чтобы оставить что-то на память, купим то, что способствует отсутствию памяти. Ищем водку Тамбовский Волк. Где тут Тамбовский Волк? Ты помнишь, как он выглядит? А здесь Тамбовского Волка это и нет. Он сбежал. Он сбежал. Что же делать? Ну, ты возьми другую. Вон какая-то мррная есть Не рная, вот Не мррная А мэрная Ну что, друзья, мы покидаем Тамбов Хоть мы здесь побыли и на скоком И практически ничего не увидели Но на самом деле планов и не было Что-либо особо смотреть Был план куда-то выбраться в центр Но куда-то мы выбрались Два топовых места по всем рейтингам Достопримечательности Тамбова мы посмотрели Немножко прокатились по улицам города Он оставил достаточно приятное впечатление И теперь мы стартуем в Волгоград Вот он будет рад Да, а купили мы в итоге Не Тамбовский Волк, а простую царскую Потому что Аня Вчера, когда мы приехали В Тамбов Вечером, она говорит А что это ты в этот раз не подготовился И не взял с собой никаких напитков Ну когда мы едем в Европу, я естественно Хоть что-нибудь с собой провожу Или в Дьюти Фрим покупаем Ну а тут как бы вроде надобности нет Потому что всегда можно и так купить Но вчера мы оказались без спиртных напитков А я им сказал, где? Мне нужно срочно выпить Иначе я не доживу до конца этой поездки В общем, сегодня у нас будет Что выпить Вот Ну, поехали Поехали В общем, Тамбов мы, конечно, посмотрели шапочно И наверняка жители города укажут нам на то Что мы посмотрели не то и не так Но если честно, особого желания специально вернуться сюда Для более серьезного знакомства с городом Не возникло Хотя ресторан-дача нам очень понравился Так что спасибо за прием И до свидания А теперь мы намерены на всех порах Мчаться в Волгоград Ведь нам предстоит один из самых длинных И утомительных отрезков дороги В нашем путешествии И хотелось бы преодолеть его как можно скорее Так вот ехали мы Сейчас мы ехали И вдруг встали И никуда не едем Было предположение, что это ремонт Но точно мы этого не знали Это так вопрос о том, как работает интернет в России У меня на телефоне Е У Ани тоже Е А причина оказалась простая Просто ремонт И просто пропускают по одной полосе То одну, то другую Но с интернетом проблемы И вчера, кстати, по дороге в Тамбов Тоже регулярно были промежутки Достаточно длительные Когда интернет отсутствовал Ну, то есть он присутствовал в виде буквы Е А буква Е считается, что это интернета нет Это енд какой-то Будем продолжать информировать вас О состоянии российской инфраструктуры Дорог, интернета, мотелей Пунктов общественного питания И так далее Все самое интересное и самое полезное В нашем видеоблоге Подписывайтесь И делайте репосты И лайки, конечно же, ставьте Мы на заправке «Роснефть» Полина исследует Устройство заправки Мы всего лишь километров 80 Отъехали от Тамбова Нам еще начать и кончить 450 километров впереди Как сказала Аня Чувствуется, что мы едем на юг Это было одно из важных Один из важных моментов был Начать это все чувствовать И вот мы начинаем это чувствовать На улице 28 градусов Хотя дует ветер Этот ветер достаточно теплый На солнышке вообще приятно То есть даже не то, что жарко А прям приятно Но дорога, конечно, длинная Эти ремонты Ты счастлива, что ты едешь на юг? Да, я вот уже прям чувствую Это настоящий августовский вечер Еще такой вот Вторая половина дня И так хорошо Полина вообще уже нашла себе местечко для отдыха Ну, как бы воды налить в тазик И вот она уже на море Можно оставаться здесь В общем, несмотря на то, что у нас пока мало Каких-то интересных по-настоящему объектов Но дорожная романтика, она тоже присутствует И когда едешь на юг Это реально клево Да Реально здорово Ощущение отпуска уже началось в любом случае Вчера было как-то совсем тяжеловато Сегодня уже получше Да Хотя там еще... Ну, на самом деле, да Все равно тяжело Мы сегодня, видимо, опять ближе к полуночи Полина убежала Видимо, мы опять ближе к полуночи приедем Но все равно будем потихоньку вкатываться Вкатываться в этот режим С ребенком действительно гораздо тяжелее Гораздо все дольше как-то Хотя вроде как бы и не скажешь Что это все прямо от ребенка зависит Как-то все вместе накладывается И блогерство в том числе, конечно же Вот такие кругом пейзажи Вчера было довольно много холмов Лесов было уже не так много Но все-таки зелени было достаточно много Рощицы какие-то Подлески, пролески А сейчас все больше полей, полей И все такое более желтое, жухлое Ну, в общем, конечно же, здесь гораздо... Почти 600 километров южнее Москвы И климат уже другой Все Чао И оставайтесь с нами Все самое интересное впереди Следующие пять с половиной часов Мы провели в дороге до Волгограда Пока мы ехали при свете дня То еще была возможность иногда Любоваться симпатичными пейзажами Удоль трассы Хотя путь все больше был монотонным И без особых красот Вот так проходят наши будни На заднем сиденье Но самое главное, как я уже сказал Этот участок нашего пути Был одним из самых тяжелых и утомительных Трафик на протяжении всей дороги Оставался довольно плотным Дорога почти до самого Волгограда Идет по одной полосе в каждую сторону Много фур и грузовиков Постоянно приходится идти на обгон Движение рваны Нужно постоянно сохранять высокую концентрацию В общем, на расслабоне по такой дороге Проехать не получится Тем более, что последние три часа Мы ехали в темноте Что несколько ухудшает условия для вождения Ну вот и стемнело Утомляет, конечно, однополосная дорога Немножко отвыкаешь Отвык я уже от них А здесь сплошная однополоска Хорошо, что Хорошего качества Был небольшой участок сегодня Плохого качества Но в целом Все неплохо А Таня тут скучает Нет, я слежу за дорогой Я штурман На заднем сиденье Вот, Аня у меня штурман О, как будто внезапно, да? Смотришь, вроде совсем Да, вот казалось, вот там далеко машина Да, удивительный эффект Это сейчас просто была попытка обгона И было очень страшно Странно, нет, это странно Реально, откуда взялся Вот сейчас их вроде точно далеко, да? Замерегу, ничем не уверены По красным огонькам стоп-сигналов Можно понять Вот, опять, короче, мы доехали до темной ночи Я вообще не собирался в этой поездке Ездить по темнякам Вообще И вот уже вторая ночь Ну, в общем Хочешь рассмешить Бога Расскажи о своих планах Вот это иначе никак не объяснить Все реально так и происходит Что все идет не по плану А сказать я хотел вот что Очень важный момент Что для нас стало так же неожиданным сюрпризом В Волгограде часовой поезд на час от Москвы отличается Если в Москве плюс 3 от Гринвича То в Волгограде плюс 4 То есть когда в Москве 20.45 В Волгограде уже 21.45 И получается, что мы должны были прибыть По всем расчетам уже последним В полдвенадцатого ночи А в итоге прибудем в полперого ночи Еще позже, чем вчера Вот такие вот пироги Так что обязательно уточняйте часовые пояса Мы все ждали двухполосного хайлея перед Волгоградом Как это было перед Тамбовом И он действительно случился Но не за 70, а лишь за 40 километров до города Но каким же он кажется спасительным После почти 500 километров однополоски После тяжелых дорог однополосных Затем непонятные двухполосные бетонки На которые мои колеса делали так Мы выехали на прекрасный Фантастический, качественный участок дороги Где-то за 40 километров до Тамбова Это даже круче Ой, до Тамбова, до Волгограда Это даже круче, чем вчерашняя дорога до Тамбова То есть, хотя началась она позже Но по качеству она круче Это прямо вообще вот сказочная дорога Широкая Фонари висят высоко Светят далеко Ох В общем, остаются последние считанные Километры пути И мы вновь плюхнемся Спать Километры пути Это как бы вам Полина говорит Привет Мы в нашей волгоградской квартире Говорить невозможно Потому что единственный человек, у которого есть энергия Это Полина Итак, я быстренько продемонстрирую квартиру Потому что уже третья часть ночи Такая дверь У нас на пятом этаже все находится То есть, пока мы сюда перетаскали все Вот эти вот вещи Ну, собственно, можно считать, что я начал Подготовку к хайкингу А где будет хайкинг? Где будет хайкинг? Кто же знает? Может, вообще он не будет А может и будет Сейчас, честно говоря, ничего не хочется Должен сказать, что квартира Крайне оригинальная Здесь совершенно Практически нет дверей То есть, единственная дверь, которая здесь есть Ту, которую я вам уже показал Это прихожая Есть еще одна дверь Это санузел Санузел тут даже с джакузи То есть, такой большой санузел Здесь можно танцевать Настоящая отдельная комната Ну, прихожую, собственно, вы осмотрели Она тоже достаточно большая И после этого мы проходим Попадаем сразу же в гостиную Посреди которой находится диван Используемый в качестве кровати Вот сегодня это будет наше прекрасное ложе Делаем один поворот И мы оказываемся на кухне На кухне есть холодильник Стол Откуда уже взялась скатерть С нами будет сегодня медведь Мне кажется, он уже принял А, еще лось Лось тоже как-то, мне кажется, уже не очень в адекватном состоянии Но медведь-то точно уже развалился Такой Но в самом неадекватном состоянии, на самом деле, мы сами Явно квартира живая То есть, здесь жили И, насколько я понимаю, совсем недавно нам стало сдаваться Есть вопросы к чистоте Не хватает некоторых деталей Например, мусорного мешка Здесь явно жил ребенок Вот, видимо, была детская Судя по всему, мальчиковская Вот такая вот квартира Ну, скажем, главный плюс То, что она находится в самом центре В этом доме есть еще балкон Это последний этаж у нас Мы его забаррикадировали Но временно сейчас открыли Забаррикадировали от Полины На всякий случай Потому что вдруг А вдруг Потому что здесь вот Оторвалась защита Ну, и чисто теоретически Полина может Сквозь эти пруть пролезть Если прислушаться, можно услышать Сверчков Вот такой вид С нашего балкона И я так понимаю Вот где-то там Там, 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 там Мне кажется, Волга И она сегодня освещается Все еще достаточно яркой луной Тут находится наш автомобиль Ну, еще одно место есть Во дворе Так, в принципе, практически все занято Очень тихий двор В общем, мы опять уставшие Опять ничего не успеваем Опять приехали поздно Опять нам спать мало Путешествую пока что Просто реально на износ Такого износа у нас еще никогда не было Чем это все закончится Смотрите обязательно дальше Все будет на нашем канале Новые видео, подписывайтесь, ставьте лайки Делайте репосты А мы отправляемся в баеньки Увидимся уже завтра утром Анечка, скажи, пожалуйста, нашим зрителям Пока Пока Спокойной ночи Спокойной ночи Ну и ты скажи Пока-пока Пока Пока